Идем разговариваем с мужем, говорю, ну дома красивые, все, между ними, говорю, такие, ну есть там помойки, мусор, не стрижено, не кошено. Муж говорит, ну потому что люди не хотят, а человек проходил с женой, слышал, говорит, да нет, люди бы и хотели, но это не их, а это от города. А люди, как тут по закону, тут нельзя так просто взять, пойти что-то спалить, сжечь, вырубить. И получается, что вот свой дом, территорию украшают, а между ними бывают такой, знаете, не очень красивые клочки. А, тоже ничего так, в принципе, неплохо, но что это за японский сад с камнями. Так, вот еще кактусы райские сады, тропинка. Ну и вот не надо никаких тут специальных плиток полированных, не надо тут никаких чудес. Посмотрите, как классно. Три огромных дерева, видно, наверное, из космоса. Ну подумаешь, старенькая, там маленько неухоженная, но классная романтика такая. Пауки, червяки, змеи. Кому нужен этот бетон, эта полировка, эти вот чудеса и навороты. Так, тут ресторан, зашли после, как это называется, рампа, короче, по-хорватски. Зашли уже на территорию новой спа-отели. Наверху газоны, кампы, тут пляжик небольшой. А видела плажа, по ней лоша. Спустишься, но ты не маникуга, видишь, какой добрый. Отличная. Что фали? Наверху вот такие вот здания. Это типа как от этого ресорта. Одинаковые абсолютно дома, внутри все одинаково. Значит, они дальше идут от главного отеля к ним. И оттуда них можно все возить, они аутить. Да. Ага, дают электромобиль такой. И можно ездить тут по территории, между этими домиками. Значит, у них бассейн, спортивные площадки, детские площадки тоже для игры и отдыха. Спа есть, да. Но спа, знаю, главный, где он воел, да? Да, тут бассейн главный. Ага, тут бассейн какой-то и главный, слышно, жужжит. Когда мы работали здесь, я была в главном комплексе. Значит, здесь очень большой пляж, длинный, мелкий. Ну, камень, конечно, тут такой, я бы не сказала, что приятный для, ну, скажем так, копания, играния для маленьких детей. Но даже вот тот, кто не умеет хорошо плавать, ну, нормально, очень мелкое море, мне кажется, тут хорошо прогревается. Плюс тенечек, видите, совсем рядом. И вот я чисто сомневаюсь, что здесь прям толпами туристы ходят, потому что, особенно в этом году, ну, не уверена, что наполнится даже, даже наполовину. Короче говоря, этот новый спа, он уже перепродавался несколько раз. Значит, там наверху бассейны, я не стала снимать, уже подниматься. Перепродавался точно два раза. У них были тут властники, один спортсмен, теннисист, и из Сербии, там они какие-то крутые люди, так сказать. Ну, в общем, было много проблем с ним. Потом все это дело переоборудовали, вроде привели в порядок. Интересно было бы внутри поснимать, там очень много тематических всяких штук для массажа, для релакса. А, возможно, что-то изменилось, не знаю. В общем, там есть и сауна, и внутренний бассейн, и для спорта красивое место со стеклянной стеной. Ну, сейчас не знаю, сколько мы пройдем. В общем, говорит муж, что здесь раньше запрещали людям проходить, как бы, ну, машина естественная, но и даже идти по гуляющим. Но сейчас все открыто, и, возможно, что и не будет никогда закрыто, потому что, в принципе, по закону тоже вам никто не может запретить подходить к морю. А море для всех, понимаете? Отель не может присвоить себе море. Значит, мы зашли на территорию этого нового спа-отеля, так сказать. Вот главный комплекс, там, по-моему, ресторан, внизу вот эти вот все дела возле бассейна, массажи, наверху были магазины, насколько помню, сто лет назад. Вот, ага, и вход вот там какой-то между, между вот этими всякими бассейнами и дополнительными услугами. Такой был туннель, и он ушел в главный отель вот сюда. 20% скидка. Видишь, ты сам я говорю, вот, вы что, например, меня видишь? Ага, видим, да. Добр. Пусто вообще, два человека прошли гуляющие. Да. Да, в общем, ой, тут такое эхо. Здесь я не была, да, опять эхо, господи, здесь не была я 10 лет, точно 10 лет. Сибири отроговый не причислила. В общем, за 10 лет все, все как-то пришло в упадок. Здесь раньше было очень много магазинов, бутики, гуляющих людей, магазины работали. Купальники, знаете, все прибамбасы. А? Да, да, реклоса. Ну, поменялись хозяева уже сто раз. Знаете, как вот сразу. И вот смотрите, как вот тут на каменный отмах другачий зрак. Вот только мы зашли вот сюда, на эту площадку каменную. Сразу тяжелее воздух, и вообще нет свежести. А что мы вот только фактически вступили на бетон этот, на камень. Да, магазины, которые рентали раньше, рекламы, все дела. Все бы закрыто. Я вот только не пойму, здесь, кстати, есть охрана, здесь все нормально, под контролем. Но знаете, что такое ощущение, что в каком-то фильме какое-то сумасшествие просто. Все закрыто, все пусто, эхо в воздухе. И мне кажется, это не просто из-за вот этой плохого сезона. Мне кажется, это вообще из-за общей ситуации, которая с этим отелем происходит наверху террасы. Здесь раньше было так считалось круто, современно. Золотые люстры, известные звезды приезжали. Я даже помню, когда отель готовили для одной очень известной, она спортом занимается, манекенщица. И она упала, приехала, на натертом полу прошла и ногу сломала. Должна была снимать здесь что-то там такое спортивное.